привет всем дамы и господа ну что ж пришло время сегодня немного вернуть форму так скажем и обрезать лишнее нашей шелковицы moros alba и так приступим буду и обрезать кое-какие листики которые мне не нужны например вот эту веточку в принципе я буду обрезать просто все кончики чтобы смотрите как сок начинает выходить это прямо сейчас значит активный рост у дерева но насколько вот вы видите примерно за месяц даже чуть меньше это дерево конечно выросла просто удивительно удивительно спрогрессировала и очень хорошо себя чувствую насколько вы можете вы видеть вот это тоже нам не нужно чего мы добиваемся подрезкой подрезкой мы добиваемся того что мы как бы более делаем дерево наше компактное и заставляем его развивать новые ветки не просто делать все старые ветки длиннее а именно развивать новые что нам как раз таки очень интересно давайте даже чуть посильнее обрежем вот этот кстати ножку так скажем да я потом отрежу обрежем потому что это совсем некрасиво смотрится и при следующей пересадке я думаю весной мы уже это все отрежем так что запомните какой наша шелковица на данный момент является это тот какой она станет потом кстати будет очень любопытно посмотреть на видео когда она сбросит все листики зимой как у нее веточки подрастут кстати говоря когда вот начнут все деревья опадать уже листья у них да то я начну показывать вам как же формировать ваши бонсай с помощью проволоки это тоже очень интересный очень важно ставить на расставить но все равно тут мы обрежем чуть-чуть еще развиваются новые веточки так здесь совсем все нормально неплохо вот это у нас что это у нас по идее это у нас верхушка так что мы ее трогать не будем верхушка трогать не будем здесь же мы все отрежем смотрите кстати говоря будучи моруса льва до шелковица насколько компактные и маленькие у нее листики просто выйдите на улицу и посмотрите шелковицы те у кого она есть какие какого размера листья здесь же все очень компактно из-за того что она посажена в акадама плюс кирюзуна и постоянно находится на открытом солнце тем самым как раз таки я рассказывал уже вам об этом происходит микрофилия 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 это когда растение получая слишком много света и хорошее количество питательных веществ прекращает увеличивать размер своих листьев потому что он им становится просто не нужен вот из-за этого конечно же нам всем это очень интересно чтобы наше дерево как можно меньше имела свои листики я сейчас разговариваю думаю и могу немного путаться говорить не очень по-русски но я думаю вы все меня понимаете потому что заниматься делом и думать о чем ты говоришь довольно таки сложно вот так вот эти какие то здесь растут уже сорняки их надо кстати говоря вынуть ну ка вот так и второй второй тоже попробуем вот так отлично отлично так посмотрим еще давайте чуть подрежем вот тут вот эту веточку мы наверное оставим вот эту можно конечно было бы здесь подрезать но эта веточка довольно маленькая плюс мы ее подрезали уже с другой стороны из-за этого мы трогать ее больше не будем итак на данный момент мы оставим деревце таким какое оно есть я думаю что вот это будет у нее основной план и сейчас я принесу леечку мы ее как раз польем потому что в принципе земля конечно еще да еще влажная но полить можно полить не повредит так что сейчас перейдем к поливу итак полив так как грунт у нас акадама плюс кирюзуна то можем мы можем вообще не волноваться насчет того что мы перельем дерево или зальем дерево и из-за этого мы поливаем его очень обильно кстати говоря это дерево надо будет уже пересаживать потому что видите как задерживается вода даже в акадаме плюс кирюзуне которые очень хорошо тренируют вода задерживается из-за того что у нее уже очень много корней в земле но это мы все исправим уже следующей весной так что на данный момент пока что пусть будет так обязательно если у вас возможность есть то поливайте и листочки хотя бы там не знаю раз в три дня потому что растения также пьют воду так скажем с помощью листочков получают воду из листочков и я думаю на этом все видео довольно коротенькое просто хотел показать вам как изменилась шелковица плюс вернуть ей форму и спровоцировать также рост новых веток так что подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно пишите что вам непонятно задавайте свои вопросы в комментариях я на все их отвечу и конечно же всем пока до новых встреч пока